МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Образование меняется, студенты больше не ограничены традиционными средствами обучения. Они черпают знания отовсюду, с любых устройств, способами, о которых раньше невозможно было даже подумать. Преподаватели и исследователи быстрее, чем когда-либо, внедряют инновации. Например, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме внедряются цифровые технологии в обучении. Обо всем по порядку в программе «Один день с профессионалом». Сельское хозяйство давно перестало соответствовать стереотипам, по которым в полях работают едва ли не с сахой. Сейчас обработка пахотных земель – высокоточный процесс, основанный на современных технологиях. Благодаря широкому распространению системы GPS, задачи механизатора – расчет точного угла поворота комбайна, количество вносимых пассивных материалов или удобрений могут выполнять специальные устройства и программы. Параллельное вождение – одна из них. Эта технология точного земледелия помогает оптимизировать процесс обработки пахотных земель и существенно снизить затраты. В Цивильском аграрно-технологическом техникуме уже пользуются этой системой. Преимущество технологии точного земледелия – это именно дифференцированное внесение удобрений ровно столько, сколько надо и в этой точке. За счет этого экономия удобрений. Дальше есть системы, которые позволяют отключать все секции при обработке неровных контуров полей. Здесь дополнительный плюс в том, что исключаются грехи. А это значит, не будет ни недостатка удобрений, ни пересева. Навигационная система сама определяет, как вносить удобрения. Это уравнивает содержание микроэлементов в почве и повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Сначала по спутнику находим поле. Выделяем это поле от остальных полей. Потом это поле делим на часть поля. Поэтому по любому компьютеру с помощью почвоотборника отбираем пробу почвы. Эти пробу почвы отправляем на анализ. Эти результаты вбиваются в программу для того, чтобы программа могла увидеть, где надо больше удобрений, где меньше, где вообще не надо. В будущем я хочу работать по профессии. И я думаю, что она не будет такой сложной из-за таких программ. Благодаря таким программам труд механизаторов в поле облегчается. Но для этого необходима дополнительная подготовка. Чтобы управлять системой точного земледелия, как агроному, так и механизатору требуются специальные знания. Для настройки навигационной системы сначала на тракторе объезжаем по периметру поля. После этого в системе появляется контур этого поля. Потом задаем параметры агрегата. Дальше выходим в поле. Эта система устанавливается на трактор, чтобы дистанционно управлять им. Это намного упростило работу машиниста, потому что раньше каждый тракторист сам ездил за рулем и рулил. А сейчас можно просто задать маршрут, и техника сама работает. Где находится комбайн, сколько часов он работает, и даже кто сидит за рулем техники, и сколько выгружено тонн зерна. Отследить все эти процессы поможет специальная система. Перед нами есть система, позволяющая, ну, даже, можно сказать, макет системы, которая позволяет отслеживать все те процессы, которые происходят в поле, именно на данном варианте, на зерноборчном комбайне. Есть система свой-чужой, она позволяет механизаторам включаться только к своему комбайну. Другой механизатор не может включить или запустить ваш комбайн. Это облегчает работу, скажем так, бухгалтеров, так как раньше все записывалось на бумаге. Машина приезжала на весы, машину взвешивали, все это записано на бумагу, потом сидели, рассчитывали. А сейчас можно зайти просто в приложение и посмотреть, сколько тонн зерна или бобовых культур собрал тот или на комбайнер. Василий Иванов впервые увидел трактор еще ребенком. Дедушка брал его с собой на работу. Он был механиком-техником. Именно тогда маленький Вася и решил продолжить дело с дедом. Кстати, сейчас параллельно с учебой Василий готовится к чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Приходим сюда, в ангар, сначала теперь, конечно, переодеваемся. Для меня уже тут подготавливают те или иные поломки на той или иной технике или оборудовании. И в течение трех часов, это время, за которое нужно справиться с работой, на WorldSkills приходят, я, получается, ищу и исправляю ошибки и поломки. Вася уже месяц тренируется в таком режиме. В цивильском техникуме работает специальный многофункциональный центр прикладных квалификаций. На его базе в прошлом году уже прошел региональный чемпионат рабочих профессий. Сейчас здесь готовятся к следующему. Ты что сделал? Ты что-то творил, а? Это что? Главное, чтобы костюмчик сидел! О, это другое дело. С помощью магии главного героя фильма «Чародеи» облачили в костюм. Теперь и работа конструктора-модельера похожа на волшебство. Цифровые технологии могут облегчить любой образовательный процесс. Система автоматизированного проектирования, сокращенно САПР, альтернативы карандашу и линейке. САПР – это программа, позволяющая автоматизировать все этапы швейного производства. В этой программе можно смоделировать любое изделие, любого размера, независимо от того, мужское это изделие, женское изделие. Шве остается только снять мерки и внести их в программу. Дальше компьютер уже сам все рассчитывает, и в итоге вы получаете готовое лекало. Остается только распечатать его на плоттере. Вручную шить сложно, так как затративается много времени, и нужно чертить самую. Смоделировать вот такую юбку с кокеткой в программе девочки могут за 10 минут. Вручную им потребовалось бы гораздо больше времени. Сейчас время производства сократилось в половину. Два-три часа, и юбка готова. Освоение программы тоже не требует особых усилий. Даша Лукина разобралась в системе буквально за пару часов. Даша в будущем планирует работать на швейном производстве, а когда наберется опыта, открыть собственное ателье. И намерена использовать только программу САПОР. Мне нравится то, что мы можем шить то, что хотим. Часто нестандартные фигуры встречаются у человека, и тяжело подобрать одежду. И поэтому наша специальность именно специализируется на изготовлении индивидуальных заказов. Сейчас молодое поколение, оно уже несколько иное. Они со школьной скамьи уже приобщены к этим цифровым технологиям. И мы должны идти на обоставление и предлагать им эти возможности. В противном случае мы просто останемся без абитуриентов. Если мы хотим, чтобы наши выпускники завтра чувствовали себя уверенно на производстве, необходимо уже сегодня погружать их в эту самую высокотехнологичную среду. С этой целью в нашем техникуме разработана и реализуется программа создания современной цифровой образовательной среды. Цивильский аграрно-технологический техникум – федеральная инновационная площадка. Здесь уже модернизировали парк компьютерной техники. С начала учебного года пять компьютерных классов оснастили новыми современными ПК. В образовательный процесс внедряются современные цифровые ресурсы, в их числе и платформа Академия Медиа. Дистанционно студент может зайти в программу и прорешать задания курса. Систему электронного учения можно также использовать на телефоне. Здесь я могу зайти в личный кабинет. Можно выбрать разные темы и задания. Контролировать обучение тоже удобно. Учитель, зайдя в программе в свой личный кабинет, может посмотреть, какой студент сколько времени изучал материал. Кстати, оценки, которые получают в программе, переходят в реальный журнал. Их это стимулирует к дополнительному образованию. То есть они могут получать оценки не только находясь в стенах техникума и на занятии. Они зарабатывают свои оценки в любое время, в любом месте, находясь дома, в общественном транспорте, получают знания и сразу же видят свой результат, усвоили они его или нет. Плюсы этой системы электронного обучения заключаются в том, что материал предоставляется в более широком объеме, визуально интересном. Материалы, ведение, основа слесарного дела, инженерная графика в программе, огромное количество направлений. Но эта платформа направлена на обучение студентов СУЗов и ВУЗов, в общем, тех, кто уже определился с профессией. А для тех, кто еще не знает, куда пойти учиться и кем стать в будущем, существует программа профориентации. Работает она и в Цивильском аграрно-технологическом техникуме. Наши преподаватели проводят мастер-классы по профессиям, в рамках которых они показывают не только навыки работы по той или иной профессии, но и стараются привить любовь, показать, что та или иная профессия востребована на рынке труда на сегодняшний день. Школы Цивильского, Красноармейского, Урмарского и Козловского районов – частые гости аграрно-технологического техникума. На этот раз ребята знакомятся с профессией механизатор. Сегодня мы увидели, как устроен трактор. Я сидела в тракторе. Я никогда не была в тракторе. Прожимала много кнопок. Мне очень понравилось. И если Дашу только после посещения заинтересовала сфера сельского хозяйства, то Паша уже давно планирует стать механизатором. А после посещения техникума только укрепился в своем желании. Мне очень важно узнать, как работает трактор, потому что я в будущем хочу стать трактористом. И работать на тракторе. Я хочу засевать поля, планинирую, поступить в эту техникум. Ежемесячно в мир аграрных профессий погружаются около 400 школьников. И это дает результат. Количество девятиклассников, выбравших сельскохозяйственное направление, с каждым годом увеличивается. Возможно, и кто-то из этих ребят после посещения профориентационных занятий поступит в Цивильский аграрно-технологический техникум. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...